Футбольный матч 31 мая. И у нас замечательная традиция, благодаря теперь уже Петербургскому Совету Динамо, который является, естественно, подотчетным под центральным Советом Динамо. То есть динамовцы поддерживают традицию. Вот судьи появились, сейчас мы узнаем, кто. Кстати, ну представьтесь, пожалуйста, главный судья. Иван Сиденков. Иван Сиденков. А девушки? Алена Радостева. Радостева. Елена Собчук. Хорошо, что не Горестева. А карточки есть у вас желтые? Покажи. Покажи. Все, карточки есть. Судим по правилам ФИФА. Так, так вперед. Два по двадцать пять. Так, вперед, пожалуйста, начинай. Все. Не надо, все уже, парни, строится как положено. Все, и выходит. И они ждут. Видите, гнил. Друзья, приветствуем бригаду арбитров. Единственный стадион, где аплодируют судьям. Со стороны областного правительства он какие-то наставления дает. Он первый заместитель председателя президента Федерации футбола Санкт-Петербурга и Северо-Зааконс. И только Санкт-Петербурга Борис Макрушев. Ну а капитан, замечательный генерал-мач, капитан правительства Санкт-Петербурга, генерал-лейтенант Сняшицыр Аникель. Алексей Аникель, генерал-лейтенант, глава НЧС. Друзья, все от него зависит. Наше благосостояние, крепость наших крыш, и огнеборцы тоже под его руководством. Ну вот, приветствую. А Кайзо Вакрушев-то не капитан. Он почетный капитан. Я сейчас буду называть фамилии участников матча. Итак, в начале правительства Санкт-Петербурга. 26 номер Александр Бельский, председатель комитета территориального развития Санкт-Петербурга. 20 номер Леонид Кулаков, председатель комитета по строительству Санкт-Петербурга. 20 номер, друзья. Кулаков. Пятый номер, это мой друг, сенатор Андрей Викторович Кутепов, председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. Но он представляет сенатор в Санкт-Петербурге. Это старая должность уже теперь. Сейчас какая новая? Сейчас он председатель комитета по экономике. Это правильно. И как нам нужно ну, Алексей Геннадьевич Аникина, я уже сказал, начальник главного управления МЧС Петербурга, генеральный тенант внутренней службы номер 19 Аникин Алексей Геннадьевич. Десят номер, а не стыбать. А вот подходят пограничники в недалеком прошлом, а сейчас бойцы не зрелых фронтов. Кузьмин, это капитан команды, очень хорошо. Пас назад. Команда, вот если вот сейчас надо благодарю, нет, или за боковую. Молодцом, но правда оба чужого. А какой сборная города? Ну, мы же так и не называли состав сборной области. Итак, под 18 номером советник, губернатор Ленинградской области Борин Макрушев. Он еще и советник. Боря, руку подними, где ты, дорогой? Так, главный организатор. Ну, вот пришел и Кузнецов, руководитель Динамо. Вот это поприветствуем человека. Я сейчас хвалю стадион, все, что вокруг, все благодаря руководству. Ну, как ли сегодня праздник, все-таки надели праздничную форму, но несколько слов, скажите мне. Ну, во-первых, приветствую всех на стадионе нашего города. Стадион с 20 восьмого года, 1928 года, и ведет свою летопись, поэтому исторически. Если обратиться к мероприятию, то мы уже провели турнир среди детей, маленьких. И спортивный комментатор, после серьезной травмы, когда мужчина каснулся встава на руке. Приходили здесь с утра, я говорю, давай беги три круга. Я говорю, беги три круга. Вот он бежал три круга, я говорю, теперь взял и разминку. Теперь взял и разминку. Я говорю, теперь сначала потише, я говорю, А потом слава говорил, посильнее, посильнее, и так каждый день я его тренировал. И вдруг уже был в состав. И вдруг он пропал. И оказал в телесудии. И все мои друзья, все, которые со мной, они тоже на телесудии, и ученики от него очень много взяли. И сын, и внуки, и все нам будут большими спортизными документами. Я хочу пожелать Геннадию Сергеевичу и Эрику на ум большого здоровья, счастья, чтобы они дожили до моих лет, иногда лет больше. Спасибо, спасибо, Геннадий Смиревич. Мы будем стараться, но надо сказать, что ваш пример очень важен. Мы встречались с вами, когда исполняющий обязанностей губернатора пришел на матч памяти пожарных, как он вас обнял, какой был у вас хороший разговор с будущим губернатором. На этой прогрессивой паузе я хочу объявить, что пришел Валерий Синч, это динамовец, вот он перед нами, человек, который по звути служил из динамо, служил, потом играл, а потом руководил один замечатель заведение, Герман Семенович, вот вы были тренером, вы знали многих тренеров великих своего времени, естественно, и Аркадьева, и Якушина, я беру перерыв закончен, команда выходит футбол, футбол, футбол,